Вторая часть продолжения я закончила, да, что я вылечивала себя, то есть когда я говорила, что ну там я вижу, тебе трудно, тебе трудно быть со мной, тебе трудно взаимодействовать со мной, я хотела кого-то спасти, моя программка спасателя всплыла, и больно было от того, что меня не выбирают, понимаете? Две программки в одной, наш последний разговор вскрылись, и я четко поняла спустя какое-то время, что я спасала себя, и больно было от того, что сгорала эта программа, сгорала связь моего духа с этим паттерном, когда меня не выбирают. Вот, и поэтому я спасала себя, и я выбирала себя, и сломать вот эту структуру, по которой ты привык взаимодействовать, по которой ты привык жить, реагировать через этот фильтр, смотрел ты на мир, на отношения, строил отношения через вот эту вот серую такую густую, вот я не знаю, у меня прям такие ассоциации идут, пленку, которая мешает видеть ясно, чувствовать ясно, осознавать четко. Оно лопалось, и вот это больно, потому что ты привык, да, вот мне 31, я в детстве себе эти наложила программки, да, и представляете, я всю жизнь так жила, где-то меня не выбирали, где-то мне было больно. Один, другой, третий партнер мне это подсветил, да, когда, допустим, мужчина ставил превыше, там, какую-то работу, там, свою карьеру, там, своих детей, там, ну, вот еще что-то, да, и все это отыгрывали. Ну, чем ближе-ближе к финальной сборке мужской половинки, тем это сильнее и глубже задевает, да, слой за слоем луковица, как мы отшелушиваемся, отшелушиваемся. Поэтому в последний наш разговор с моей энергетической составляющей в мужском поле я спасала себя, я схлопнула эти программы, и, конечно, мне было больно. Мне было очень больно, это как ломать себе кости заново, чтобы они правильно срослись, только энергетически, понимаете, насколько я себя вытаскивала. И я пошла, я не боюсь этого опыта, я уже не раз сгорала просто и падала на самое дно эмоционально, и снова себя собирала по кускам, и каждый раз это происходит, и каждый раз ты возрождаешься. Но что я могу сказать, что с каждым разом это происходит все быстрее, все быстрее. Что нужно делать? Опять-таки, ребят, мой опыт. Вот есть у тебя отклик, ты хочешь что-то человеку сказать, вот хочешь ты выяснить с ним отношения, иди выясняй, хочешь с чем-то поделиться, говори. Если ты чего-то хочешь от него, ты чувствуешь, что нужно сказать, иди скажи, чувствуешь, что еще не время поднимать там какие-то темы, как-то поступать, что-то делать, не делаем. Но если вас уже начало распирать от того, что как-то вам хочется что-то сделать, как-то изменить, поменять, куда-то повернуть, делайте. Вам никто не дает никаких гарантий, вот вы идете к себе. Вы чувствуете ваш интерес, ваш отклик? Вы чувствуете, что вам нужно сделать так? Идите и делайте, без ожидания результата. То есть, я хочу быть с близнецом. Вы не с близнецом быть хотите, вы хотите с собой соединиться, вы хотите состояние целостности. Вот чего вы хотите, а не просто, чтобы рядом был мужчина. Не в этом дело совсем. Все дело в состоянии. Если вам хочется что-то сделать, не думайте о том, какой результат вы получите, потому что он может быть совершенно непредсказуемым. Вы можете потерять человека в жизни, а вы рассчитывали на совершенно другой результат. И потому что вы хотели этого результата, но не получили, вы падаете в страдания и начинаете себя жалеть, самобичевать. Индульгирование вот это начинается. А может быть, просто этот человек, ну убрали его, там высшие силы или кто. Вы хотите того состояния, вы хотите истинного партнера. Ну, может быть, это не ваш партнер, но вы так за него вцепились, что вы начинаете страдать, вместо того, чтобы, ну, отпустить, пойти дальше. Там может за дверью стоит другой партнер, ваш партнер. Истинный. Та же энергия соберется в другом человеке. Почему? Ладно, это сложно, не будем. В общем, я встретила другого человека, и с предыдущим партнером, ну, невероятное сходство. Возраст, образ жизни, рост, глаза, даже там вплоть, где там служил в армии. Но я себе сказала, что хорошо, раз я вижу себе такие изменения у себя, да, и этот партнер, вот, ну, так сложилось, что он вскрыл мне программы, и всё, нету больше сцепки. То есть энергетическая мужская составляющая очень хорошо мне здесь подсветила. Я забрала себе свои опыты, забрала, интегрировала, всё, пошла дальше. И не проходит месяца, встречаю другого человека. Я абсолютно не смотрю на него внешность, а точнее я смотрю и понимаю, что как бы эта внешность меня вообще не привлекает. Но я начинаю с человеком взаимодействовать, и буквально 5 дней взаимодействия. И это вообще не про сексуальную близость здесь, вообще не то, четвёртое измерение. Это вообще не про секс, не про сумасшедшие гормоны. Абсолютно не, не так. И я взаимодействую с человеком, и понимаю, что всё настолько легко складывается, что, ну вот, опять родство пошло. Сидишь с человеком, там, пьёшь кофе, и ты настолько расслаблен, и у тебя нет никаких пауз в разговорах. Ты вот чувствуешь, что тебе комфортно. И начинаешь общаться, и понимаешь, этот партнёр снова приносит с собой признаки. Да, только в этот раз я сказала, хорошо, я хочу, чтобы мужчина понимал, что такое ответственность, пускай у него будут свои дети, потому что я детей больше не хочу. Окей, приходит человек, реализованный, ответственный, со своими детьми, но с внешними какими-то атрибутами предыдущего партнёра, которые мне нравились, да? Ну, вот она вам матрица. Чем не матрица? Вот она матрица. Я просто стою, смотрю на это всё и смеюсь. Насколько складывается поле, насколько ты начинаешь получать кайф от того, что ты творишь. И вот она, реальность твоя, простраивается. Это очень интересно наблюдать. Я понимаю, что не все из вас поймут, потому что, ещё раз повторю, когда вы цепляетесь за конкретный аватар, вы думаете, что только вот этот он ваш единственный, и вы должны быть с ним, и вы можете застрять на очень многие годы, и петлять, 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 и не иметь возможности, энергии справиться, получить опыт, осознать что-то. И это, конечно, печально, потому что жизнь идёт, а вы вцепились и не хотите идти дальше. Я поняла, что это энергетический мир. Я прямо настолько это прочувствовала, что я теперь взаимодействую не с конкретным человеком, а с мужским полем. Я вижу, как оно вокруг себя меня ведёт в проявлении других людей, да? Там сосед, коллега, клиент. Как происходит взаимодействие с мужским полем, это всё моя энергия. Я как себя собрала, насколько я себя проявляю, чувствую, вижу, настолько мне это всё мужское поле и зеркалится. Ваше мужское поле может собраться в любом аватаре. Если ваш аватар не тянет, там какие-то повреждения, да, вот как я встречала информацию, есть. Но повреждение-то немножечко грубо звучит, да, в том смысле, что он ведь тоже со своими программами этот мужчина пришёл. То есть мужская энергетическая составляющая, с вами сцепка произошла, вы разгрузились, отшелушились. И если этот аватар потянет дальше идти, вглубь, вглубь, вглубь отшелушиваться, развиваться, то, ну, пожалуйста, возможно, он и будет, этот аватар. Ну, не цепляйтесь за конкретного человека. Вы цепляетесь за программки, за них, но не за человека. И вы не хотите отпускать, вы не хотите пойти в боль, вы не хотите прогореть, вот прям на днище на самое свалиться, так, чтобы было, вот, простите, ну, пиздец, как больно. Потому что я последний раз сидела, смотрела на этого мужчину, у меня текли такие слёзы, у меня снова внутри всё просто разлеталось в дребезги, понимаете, меня как будто просто жарили живьём. Я выплакалась, просто выплакалась. Я проанализировала, да что же это такое, да как такое может быть. Ты сидишь человеку, открываешь всю душу, а на той стороне это зеркало настолько зеркало, что он просто молчит. Нормальный человек, да мозги просто у обычного 3D-человека, просто мозги лопнут, как это так, ты разговариваешь, а другой человек тебе не может двух слов сказать, понимаете. Моя программка не выбора себя, вот оно в его молчании отразилось. То есть я прогорела полностью, я это всё дело отпустила, до меня наконец дошло, у меня вскрылась голова, вскрылся мой опыт. Окей, я поняла. Плавно-плавно моя мужская часть пошла дальше, оставив этот аватар. Мой опыт пришёл ко мне, программки схлопнулись, всё. Я встречаю нового человека, я абсолютно не цепляюсь за внешность, я абсолютно не цепляюсь на то, кто сколько раз кому звонил, не звонил, почему не звонил, где он с кем-то, не потому что я его не знаю ещё, а просто потому что у меня фокус на себя. Выберет меня, не выберет меня, меня настолько прогорело, меня настолько прожгло насквозь, что я вот сижу, работаю, строю свою жизнь так, как мне нравится. И у меня есть какой-то запрос, и он во внешнем поле мне начинает реализовываться в виде событий, в виде встреч, людей, в виде там песен, билбордов, подсказок со всех сторон. А по поводу мужской половины, наверное, уже пора заканчивать, я уже подустала очень эмоционально. По поводу мужской половины, я вообще не переживаю, а встречу ли я его или не встречу. Останется ли этот мужчина или будет другой? Я знаю, что он будет рядом, он здесь, он со мной, но мужская половина всё равно в мужском теле будет. И то есть я настолько уже в своём понимании на том уровне, что я не привязываюсь, я не боюсь остаться одна, я не привязываюсь к конкретному телу, да, предыдущее тело мне нравилось. Но когда нету сцепки, когда ты забираешь своё и отшелушиваешься, тебе становится всё равно, на тело или не на тело. Главное – это состояние родного дома. Если вы ещё чувствуете к этому телу, к этому человеку, к этой личности какую-то привязку, смотрите ваши программы, смотрите, что он вам зеркалит. Смотрите, не человек делает вам больно, а ваши паттерны дают такую реакцию, вы не можете видеть кристально. Когда вы их вскроете, там вот поверьте, вам станет всё равно, этот аватар или не этот. Если будет, если это действительно ваше, если ваше поле соберётся в этом аватаре, вы это поймёте. Вы это поймёте, и это невозможно не понять. Всё, схлопывается взаимодействие с человеком, когда нет больше сцепок, нет больше сцепок, ещё раз повторю, за ваши паттерны, за ваши точки боли, за ваши программки. У вас одно другое, дуальное противоположное. Ещё раз пример. Вы жертва, он тиран, он абьюзер. Или наоборот, вы абьюзер, и вы своего этого абьюзера на нём отрабатываете, он вам там подсвечивает, или вы ему подсвечиваете, мы друг другу светим. Но вы центр вашей вселенной. Смотрите, что вам партнёр зеркалит. Что это для вас? Про что это для вас? Смотрите, схлопывайте этот опыт и идите дальше. Фу, слушайте, мощно как-то получилось, очень сильно я... Может быть, это немножечко эмоционально, но я даже не видела сейчас, что вокруг меня происходит. Я выложу два видео, эти немножечко оформлю. Ещё раз прошу, если вы эту информацию не рассчитываете, она не может уложиться в ваше восприятие, пожалуйста, не пишите оскорбления. Я не хочу сидеть и тратить время, чтобы кого-то там блокировать, мне это неинтересно, потому что если вы пишете какую-то гадость, вы прежде всего пишите это себе, это про вас, не про меня, не про мою работу, которую я сейчас проделываю. Ну и, конечно же, спасибо за ваши комментарии, я буду очень рада тем людям, которым это откликнется, тем людям, которым это что-то подсветит, потому что это ценно, когда человек искренне делится опытом, так, как я делаю сейчас. Я просто на распашку вам открываю всё, что я переживаю, всё, что я проживаю, и всё, что я в свой опыт, свою монаду складываю. Поэтому хорошего всем дня, ребят. Я очень вас всех сильно люблю, у меня просто вагон любви, оно всё раскрывается, это очень сложно объяснить, но спасибо вам большое и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!